Патрульная служба И вот закончено. Имя убийцы названо. Закончилась многолетняя кропотливая работа по проверке сотен версий, поиску, закреплению доказательной базы допросов, работа, о которой следователи Тверского регионального следственного управления и оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области говорили как о деле чести. Сегодня мы пригласили в эту студию тех, кто непосредственно устанавливал, задерживал, вёл следствие. Итак, начнём. Шехбала, наверное, начнём с вас, как с руководителя отдела по расследованию особо важных дел. Что же мы можем заявить на сегодняшний день? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу отметить, что отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Петверской области, благодаря комплексу проведённых следственных действий, экспертных исследований, большой кропотливой работы, проведённой следственным путём, удалось установить в мельчайших подробностях всю картину совершённого в Твери 17 лет убийства певца Михаила Воробьёва, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг. На первоначальном этапе, как вы отметили, было установлено, что 30 июня 2002 года, в день празднования Дня города в Твери, в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенном в посёлке Мамульно областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, с целью тайного хищения чужого имущества. В один из них совершил убийство певца. По горячим следам ещё в 2002 году раскрыть данное преступление, совершённое в условиях неочевидности, не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных данных о лицах, возможно, причастных к данному преступлению. Следственным путём проверялись множество версий, в том числе работа велась с учётом особенностей личности потерпевшего, погибшего Михаила Круга. Проведена колоссальная кропотливая работа совместно с коллегами с Управлением ВД России по Тверской области. Проводили следственные действия, в котором также оказывали непосильную помощь органы МЧС и УФСИН Тверской области. Благодаря тесному взаимодействию всех служб удалось в настоящее время установить всё в подробных и мельчайших подробностях. И в настоящее время можем заметить и отметить, что следственным путём доказана причастность лиц, это именно Александр Агеев и Дмитрий Веселов, которые тайно проникли в жилище Михаила Круга с целью совершения тайного хищения его имущества. В процессе совершения данного преступления произошёл так называемый эксцесс исполнителя в лице Веселова, который произвёл два выстрела в певца Михаила Владимировича, которые привели в последующем к его смерти. Я предлагаю на секундочку буквально остановиться. Мы о личностях тех, кто обвиняется в совершении этого преступления или подозревается в совершении этого преступления, чуть попозже поговорим. Леонид, у меня вопрос к Леониду Терешеву, другу Михаила. Вы ведь в тот день были вместе с Мишей, да? Как проходил этот день, этот вечер? Вот вы запомнили, отложилось это в памяти? Было что-то особенное? Или как обычный день города для тысяч тверетян? Ну, начнём с того, что действительно Миша должен был выступить на дне города. И вот буквально там в субботу нам позвонил бывший председатель по культуре, тогда был Сергей Бисов, сказал, что Миша, я выделю на тебя деньги, а Мишу предложили выступить бесплатно. И то есть Миша рассердился, сказал, пошли вы подальше, я не буду выступать на дне города. То есть фактически за его спиной что-то было пройти? Ну да, да. Денежные какие-то манипуляции? Ну это да. Он говорит, что едем к тебе в баню. И мы поехали ко мне в баню. Целый день парились, целый день шлыки жарили. Ну целый день мы отдыхали. Они с утра практически приехали, и до девяти, до десяти где-то вечера были у меня. И он от вас уехал к тебе домой? Да. Ирина была вместе с вами? Да, Мишка был, Димка, старший сын Ирина и Миша. То есть вот по-вашему, сейчас анализируя, столько лет прошло, что-то предвещало, что-то в его настроении, что-то в его словах возможно? Вот наоборот, я говорю, он настолько был умиротворенный человек, обычно, ну ты его тоже, Ирина, знаешь хорошо. Да, конечно. Миша, он был вспыльчивый, он был эмоциональный человек. Он за день мог там, ну, на родных накричать, там, на меня что-нибудь даже буркнуть, вот, ну а потом извиниться там, но он разный человек. Вот этот день, вот я говорю, он целый день был умиротворенный, он попарится, как хорошо, так, выйдет, ляжет там в коридорчике, простынкой накроется, Лёха, как хорошо. Я стал артистом, я стал знаменитым, вот, всё, у меня всё хорошо, у меня родился ребёнок, у меня жена, у меня всё у меня состоялось в этой жизни. Он никогда вот таким вот спокойным он никогда не был. Это вот, это может быть, может быть тоже какое-то страшное предчувствие, да, вот как рассуждать, да, как думать, тут уже неизвестно. Да. И потом, значит, вот этот роковой свой заход домой, вход в дом, где всё произошло, да, Лёня? Да. Вернёмся к тем, кто подозревается в совершении этого преступления. Давайте ещё раз назовём их фамилией и скажем ещё раз нашим телезрителям, за что. Алина, наверное. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, друзья. Если говорить о тех лицах, которые совершили преступление в отношении Михаила Круга, то стоит назвать членов банды «Тверские волки», который действовал на территории Твери и Тверской области в период начала 2000-х годов, до их ликвидации, до их заключения под стражу в 2007-м году. В частности, это Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Следствием установлено, что криминальный авторитет Твери и Тверской области Александр Костенко в 2002-м году весной предложил Михаилу Владимировичу определённые условия. Он предложил ему свою защиту, общее покровительство, за то, что Михаил Круг должен платить ему часть заработанных им гонораров. Я сразу вопрос, это было точно, да? То есть вопрос такой был, предложение такое было со стороны Костенко? Между ними состоялся такой диалог, допрошен свидетель, присутствующий при данном диалоге, который, соответственно, пояснил это следствию в ходе расследования. Соответственно, Михаил Владимирович отказался платить какие-то деньги, сказал, что никакая защита ему не нужна, потому что он знал, что его все любят, все уважают, и ни у кого не поднимется рука совершить. Сразу вопрос, Леонид, Оля, это такая черта характера была, он мог отказать, да? Нет, Миша был очень духовитый, Миша был, то есть он несклоняемый был, он мог, если что-то не так, и в лицо заехать, там, блатной, не блатной, и вообще, в принципе, отношения были, ну, мы все общались и с Ломом, и с Севером, ну, времена такие были, что общаться просто необходимо было, вот, и не знаю, как там. Оля, по-вашему, это характерно для характера? Это очень даже характерно, да, он человек справедливый, независимый. Да. Да, действительно, это могло быть. Итак, продолжаем. Соответственно, Костенко данный ответ Михаила Владимировича абсолютно не устроил, в связи с чем тот решил поступать по той схеме, которая была популярна в те годы, в том числе и для группировки самого Костенко, а именно, это сделать какие-то проблемы кому-то из людей, которые необходимо были самому Костенко, решить эти проблемы и сделать этого человека обязанным. Для этого Костенко приглашает наиболее приближенных к себе членов его банды, это Веселова и Агеева, объясняет им, что необходимо в день города Твери вечером тайно проникнуть в жилище Михаила Круга, тайно похитить имущество исполнителя, а именно ценности, иконы, антиквариат, то есть конкретно он не называл, что именно, принести Костенко. По замыслу Костенко Круг, увидев, что его дом обокрали, обратится к Костенко, тот найдет похищенное, и тем самым сделает певца обязанным, и тот уже будет выплачивать часть своих гонораров самому Александру Ивановичу. Это мы говорим о замысле Костенко? Да, это мы говорим о замысле Костенко. Кроме того, Костенко сообщил Агееву и Веселову, то, что именно вечером дня города Твери дома никого не будет, что сигнализации в доме отсутствуют, и, соответственно, они могут беспрепятственно проникнуть в дом, забрать ценности, уйти оттуда и совершить данное преступление тайно. Агеев и Веселов, как подчиненные Костенко, естественно, согласились на данное предложение и проникли в жилище Воробьева в вечернее время дня города Твери, 30 июня 2002 года. Когда они находились в доме, на третьем этаже конкретно, они планомерно решили обследовать жилище, потому что они не знали, где находятся ценности. И когда они находились на третьем этаже уже какое-то время, услышали внизу шум, поняли. Стоп, извините, Алина, я вас на секунду прерву. Олечка, скажите, пожалуйста, в этот вечер кто был в доме? Вот пока еще Миша не приехал от Леонида. Кто-то был, кто-то находился или рядом с домом кто-то прогуливался? То есть я знаю, что двери этого дома всегда были открыты. Да, двери были открыты, и не было привычки запирать ни дверь на крыльце, ни дверь со двора. В этот вечер дома были две бабушки. Это наша с Мишей мама Зоя Петровна, и Антонина Георгиевна Ирина мама, и маленький Сашенька, которому был год, ой, которому был один месяц и четыре дня. То есть они не уезжали никуда? Они не уезжали, они гуляли с коляской. Мама рассказывала, что они по нашему переулку туда-сюда ездили с коляской. И по очереди то одна бабушка, то другая, то вдвоем они по этому переулку катались, и по двору тоже с коляской катались. Но они могли не видеть, как в дом проходят постоянно? Они могли не видеть, конечно. Они когда катались по нашему переулочку, там можно было с той стороны спокойно, беспрепятственно, и невидимо проникнуть в дом. Тем более, что, насколько я поняла, подозреваемые проникли через забот. Да, они перерезли через забот. Они проникли, перерезли через забот. И потом на проверке показаний на месте Агеев это все показывал. Да. Фактически он шел след-след, как тогда, 17 лет назад. Да, все верно. По своим же следам. Да, все верно. И то есть поднялась наверх, это была мама Ирины. Фактически теща Михаила. Теща Михаила Антонина Георгиевна поднялась с целью, чтобы там спать. Там диван, на который она раскладывала белье и собиралась там спать. То есть она пришла к себе как бы домой на эту ночь? Ну да, да. И то, что она села смотреть телевизор, да, как вы говорите, и то, что они не предполагали. То есть они увидели, что женщина обосновалась, и это мешало их плану. Ну, скажем так, они вообще не предполагали в принципе, что дома кто-либо будет. А тот факт, что именно в этот день, накануне, вернее, приедет теща Михаила Владимировича, тоже был никому неизвестен. Она приехала буквально накануне. Она неожиданно приехала. То есть они сами не ожидали. Никто не знал, она неожиданно без предупреждения приехала, да? И, соответственно, они затаились также на третьем этаже. Они ждали, думали, что женщина уснет. Длительное время ждали, но мама Ирины смотрела телевизор. В связи с чем им было принято решение устранить ее, скажем так, применив к ней насилие, чтобы она не кричала и беспрепятственно покинуть дом. То есть это задача уже была выйти из дома? Да. Уже без совершения кражи, без совершения какого-либо иного преступления. Для них цель уже была это просто уйти из дома так, чтобы их никто не заметил, чтобы никаких проблем у них не было. В связи с тем, что дома находились люди, они прекрасно понимали, что тайное хищение уже состояться не может. То есть необходимо совершать открытое грабление, что достаточно затруднительно для того же Агеева, который пришел на место без оружия, как он пояснял. И, в принципе, сам факт наличия людей в доме категорически исказил всю ситуацию и плана. То есть они понимали, что теперь их основная задача – это беспрепятственно просто покинуть место жительства. И желательно сделать это так, чтобы никто это не увидел. Понимая, что совсем по-тихому это сделать не получится, придется все-таки каким-то образом нейтрализовать тещи, они рассчитывали именно на этот сценарий, что они усыпят пещу путем ударом, рукояткой пистолета по голове. То есть вырубят ее, если говорить простым языком, в последующем потихонечку спустятся. То есть в это время получается, что ситуация для них усложнилась еще больше, поскольку появилась в верном проявлении Ирина, и которая увидела происходящее и начала уже громко кричать «Зовя Михаила на помощь». В данной сложившейся ситуации для них непредсказуемой. Ничего другого они не придумали, как поддаться бегом. То есть мы вот здесь с этого момента говорим о какой-то цепочке таких трагических случайностей. Да, если бы не это, если бы по-другому, то, может быть, все было бы и по-другому. Мы вот об этом говорим. Я хочу сейчас обратиться к Денису. Вот Алина сказала, относительно характеризуя Костенко как криминального авторитета, что вообще можно сказать по тем временам. Это 90-е, конечно, это конец 90-х годов. Что? Потому что на одном из эфиров федерального канала прозвучала версия, что это практически ангел, что он исключительно помогал людям и никаких дел в криминальном мире он не имел. Так ли это? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, присутствующие все. Ну, насчет ангела я бы не стал выражаться так. Хотя его родственники, я думаю, что не согласятся со мной. Об этом, в общем-то, может сказать даже тот факт. Может быть, не стоило, наверное, об этом говорить. В свое время, когда их судили в 2009 году, первый был суд по Веселову, Агею, Осипу. Там же проходил и Костенко. Им, в общем-то, вменяли участие и создание преступного сообщества. Вот. Статья 210 Уголовного кодекса. Кстати, тогда очень редко, когда применялась эта статья. Я помню, это довольно-таки редкая была статья, которая можно было доказать. Для Тверской области, да, это вообще был редчайший случай. Вот. В общем-то, она вменена была. Но потом, по каким-то причинам, Верховный суд не нашел состава преступления. Здесь обсуждать мы ничего не будем. Вот. Но дело в том, что, ну, можно было Александра Ивановича назвать, и сейчас можно его назвать, в общем-то, теневым губернатором, скажем так, Тверской области. Потому что очень много финансовых потоков, в том числе, было у него в руках. Денег было очень много, влияния было очень много. И, как здесь уже правильно отмечалось, он делал все для того, чтобы усилить свое влияние, в том числе и на Михаила Круга. То есть это было в его характере вот то, что говорилось в этой версии? В характере он на это был способен. У него было достаточно помощников, которые ему это помогали, в этом помогали. И, в общем-то, эта схема, она не единична. И это не единственный случай известный, который вот именно такого поведения, его по отношению к известным личностям и предпринимателям в Тверской области. То есть, в общем-то, здесь можно говорить о том, что, ну, на самом деле, это вот не выдумки, да, и не фантазии следствия уголовного розыска и так далее. То есть это объективная обосновка. Леонид, мы, разговаривая недавно со всеми с вами, предположение сделали, могли ли вот так вот сидели за чашкой чая, что называется, тот же Агеев и Веселов, и сами. А пойдем-ка мы навестим Дом Круга. Сами, самостоятельно, они этого сделать не могли? Нет, сто процентов, конечно. То есть они были ведомы, и ведомы конкретным кукловодам? Ну, это в любом, это понятно даже человеку, не сведущему. А мы жили в те времена и понимаем, что это такое, как это люди такие, которые они чьи-то карманные, вот, они сами придумают какое-то там и пойдут и сделают. Ну, это нереально просто. То есть схема, все укладывается. Кстати, вот у меня к вам вопрос. Вы получили все ответы на то, что нам доложило следствие? Ну, так как я жил в этом времени, и приходилось тоже много знать и слышать, и всего, вот, и вот на протяжении 17 лет, вот, что-то где-то догадывался, где-то что-то додумал, когда посмотрел пресс-конференцию. И вот мои пазлы моих додумал, да, они сложились в единую, это реальная картина, которая соответствовала вот этому времени. Это вот, есть, может быть, какие-то там маленькие незначительные моменты, опять же, ну, это в моей голове, которые чуть-чуть не сходятся. Ну, основная картина, это так оно и было. Уважаемые друзья, я сейчас предлагаю посмотреть буквально 3 минуты сюжет, который мы делали 10 лет назад в патрульной службе. Это для тех наших телезрителей, кто не знает или даже не догадывается, кто такие тверские волки, да, что это такое за банда Осипова и что на ее счету. Но это было 10 лет назад, сейчас кое-какая картина изменилась. Давайте посмотрим сюжет, а потом вернуемся в это студент. 2 октября в Тверском областном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении членов преступной группировки, окрестивших себя волками. На скамье подсудимых шестеро. Установлено, что они совершали преступление с 2003 года. Оперативные мероприятия по установлению и задержанию преступников проводили сотрудники управления уголовного розыска и УБОП. Именно прокуратурой Тверской области в первую очередь было инициировано еще в 2006 году возбуждение данного уголовного дела. Оно представляло, конечно, колоссальную сложность в силу того, что они первоначально и в судебном заседании не признавали вину. С сентября 2007 года расследованием уголовного дела занимались следователи следственного управления по Тверской области. Из них четыре это члены организованного преступного сообщества, члены банды, которые входили в это сообщество, которые на протяжении длительного времени, первый эпизод датирован 2000 годом, на протяжении длительного времени интенсивно совершали тяжкие, особо тяжкие преступления. По мнению следствия, на счету обвиняемых убийство, разбойное нападение, бандитизм, организация преступного сообщества. Эти люди занимались вымогательством, эти люди на протяжении всего длительного времени убивали людей. Нами доказано и направлено, предъявлено обвинение по восьми эпизодам убийств в отношении 14 человек, в их числе и убийство семьи в городе Кимры, в их числе и убийство еще четырех человек в поселке Максатихе в Тверской области. Безусловно, вина по всем эпизодам, которые отражены в приговоре, доказана полностью. Это и многочисленные свидетельские показания, показания потерпевших, прослушки так называемые, биллинги, где установлено, что подсудимые созванивались друг с другом в период совершения тех или иных преступлений, что находились в том месте, где совершалось преступление. Приговором суда установлена их причастность к совершению 12 убийств и двух покушений. Приговором суда Осипов, Баскаков и Агеев осуждены на пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Двоих из них суд обязал выплату штрафа в один миллион рублей. Такую же сумму придется платить Цветкову, осужденному на 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор Паукова 2,5 года колонии-поселения. Ливыкин осужден условно на 2 года. Ну что ж, уважаемые друзья, мы сейчас слышали конкретные цифры. Да, по-моему, в последнем уже, в последнем абзаце сюжета прозвучало 12 убийств. 12. Вот. Но ведь сейчас, насколько мне известно, список пополнился. То есть, эта банда, напомним, что Агеев приговорен к пожизненному лишению свободы, Осипов-младший, о роли которого мы тоже поговорим о том, к пожизненному лишению свободы. И сейчас еще мы можем что-то добавить, еще вы не все можете говорить, но уже есть какие-то разработки. Дело в том, что речь в данном сюжете шла про 2009 год. По данной банде работа не приостанавливается и не приостанавливалась. В 2014 году состоялся еще один суд по именно этим фигурантам. Им было доказано еще ряд убийств. На настоящий момент на их счету около 30 трупов. Около 30? Около 30 трупов. Не преступлений, а именно трупов. А преступлений там уже? Убийств, я думаю, что в районе 20. С учетом тех 12, дополнительно еще им добавились эпизоды преступной деятельности. В настоящий момент работа также продолжается. Об этом я говорить пока не буду, потому что это преждевременно. Но это не все. Некоторые говорят о том, что вот привезли Агеева в Тверь. Агеев, мол, решил сознаться в убийстве, не в убийстве, а в содействии или в причастности тому, что он был на месте преступления. Потому что, мол, надоело Агееву сидеть пожизненно, ну как еще сколько сидеть, сколько будет его жизнь длиться. А здесь есть возможность приехать в родные края, посмотреть, подышать воздухом. Насколько это бытует, насколько, что мы можем ответить на эти предположения, эти домыслы, назовем это так. И явилась ли явка с повинной, да, была у Агеева, его явка с повинной, существенной в доказательственной базе? Ну, разрешите отвечу на этот вопрос. Да, бытует именно такое мнение, в том числе, что именно с целью покататься, развеяться в местах лишения свободы, которым он бывает наказанием пожизненно Агеев, решил якобы дистанционно признаться в убийстве Круга. На что так легко и согласилось следствие. Совершенно не так. Как было сказано коллегой СУМВД, оперативная работа проводилась практически непрерывно. То есть мы обменивались оперативной информацией, мы обсуждали данное уголовное дело и ранее при заседании рабочих групп о расследовании и раскрытии преступлений прошлых лет, число которых попадало в наше поле зрения убийства Михаила Владимировича. То есть, саккумулировав нужную информацию, мы пришли к выводу, что можно уже работать в открытую и предъявляет те доказательства и ту информацию, которую мы получили оперативным и следственным путем. В этой связи, в целях проверки полученной оперативной информации, спецправительной колонии, находящейся в Ямал-Онецком автономном округе, Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор, по нашему постановлению, были этапированы члены банды «Тверские волки» Александр Агиев и Александр Осипов. После их этапирования была проведена работа с их участием, и следственная работа с Алиной Владимировной, и оперативными службами. Проводились их допросы, предъявлялись определенные доказательства. То есть удалось достигнуть определенного психологического контакта и войти в доверие допрашиваемым лицам, по результатам чего мы получили, в принципе, полную картину преступления, которое позволило нам установить все фактические обстоятельства произошедшего, не только на одних показаниях Агиева, и написанной им явкой с повинной, но и в совокупности с показаниями других лиц. То есть он, когда ехал сюда, он не знал бы, зачем он у себя ведет? Абсолютно точно, ему об этом никто не говорил. То есть выносится определенное процессуальное решение, которое исполняется УИНом. Я так думаю, что их в известность никто не ставил, по крайней мере, следственный орган этим точно не занимался. Были вопросы относительно того, какую выгоду для себя может иметь тот же Агиев, говоря о том, где он был, что он совершил, кто он совершил, как это было на самом деле. Может быть, он рассчитывает на снисхождение, на какое-то снижение сроков? Вы знаете, об этом даже речи не было, причем со стороны Агиева. Он понимает, что он приговорен решением областного суда, который вступил в законную силу и засилен соответствующим процессуальным решением Верховного суда Российской Федерации. И, в принципе, органы Следственного комитета, УМВД России никаким образом даже по букве закона не могут повлиять на состоявшееся решение суда, изменить им наказание на более мягкое, либо ограниченное какими-то годами. То есть этот вопрос даже не обсуждался. Глупо об этом говорить, что ему обещали свободу, либо там изменение условий отбывания. Абсолютно точно. Это не укладывается ни в одни законные рамки. Арина, вот сейчас мы видели видеокадры проверки показаний на месте. Как он вообще себя вел? Как он общался? Насколько Агиев был адекватен? Насколько по-вашему, ваше сердце следователя поверило его словам? Общался абсолютно нормально, адекватно. Никакой агрессии с его стороны не было. Удалось установить психологический контакт, поэтому каких-то проблем при производстве с Агиевым любых следственных действий не возникало. Касаемо вопроса о том, что поверила или не поверила, у нас еще до приезда Агиева сюда были достаточные данные, которые позволяли нам сказать, что преступление совершил именно Веселов, и рядом с ним в этот момент находился Агиев. И, собственно, показания Агиева, они нам только какие-то совсем мельчайшие, недостающие подробности добавили в уголовное дело. То есть только те, которые могло сообщить лицо, находившееся непосредственно на месте совершения преступления. И поэтому не доверять его показаниям у следствия нет никаких оснований. Более того, Агиев прошел так называемый детектор лжи. То есть в отношении него проводилось исследование с использованием полиграфа, и полиграф не выявил в его ответах на вопрос каких-либо реакций, свидетельствующих о том, что он где-то недоговаривает или где-то лжет. То есть полиграф показал, что Агиев говорит правду. Говорит правду. Кроме того, проведены еще экспертные исследования по видеозаписям допроса, по непосредственным показаниям самого Агиева, которые также свидетельствуют о том, что он не конструировал ложных предложений. В его показаниях отсутствуют признаки фантазии, заученности текста, оказываемые на него морально-психологического давления. То есть в целом, и совокупности экспертных исследований, и даже того полиграфа, который хоть и не является доказательством, но ориентирует следствие на правдивость показаний, мы пришли к выводу, что нет оснований им не доверять. Более того, как было подмечено, что еще до приезда Александра Агиева у нас были достаточные доказательства их причастности. То есть в принципе сказанное Агиевым укладывалось в общую картину преступления. Сказанное им не имело каких-либо иных противоречий, которые требовали соответствующего устранения. То есть в принципе он рассказал именно о тех деталях, недостающих маленьких широковатостях, которые следствию не были известны ввиду отсутствия каких-либо иных третьих лиц, которые могли бы об этом сообщить. Сейчас, вот после вашей пресс-конференции, учитывая значимость и громкость этого уголовного дела, придирается практически к каждому слову. Кто-то говорит, что вот почему вот было так, кто-то говорит по-другому, в том числе, почему это вдруг Агиев так уверенно и так, как будто бы он живет в этом доме, пошел. Ему наверняка указали, куда надо идти, через какой забор перелезать и что делать дальше. Хотя вот только в начале нашей программы говорили о другом, что он запомнил, да, место расположения, где он был, но такое, может быть, конечно, преступлений много, но такое, наверное, вряд ли забудешь, тем более он знал, в какой дом он идет. Ирина, ну, надо понимать психологию человека и способности памяти. И потом, оказавшись в этом доме, он мог вспомнить какие-то подробности, которые, в принципе, по прошествиям времени могли и забыться. Но опять же, тактика проведения проверки показаний на месте, она предусматривает воссоздание той обстановки, ситуации на месте. То есть лицо ранее допрошено, излагает свои показания, указывая предметы, на предметы, указывая на те помещения, в которых он находился, рассказывая о ситуациях непосредственно на месте преступления. И весь маршрут проделан от здания следственного управления, то есть он назвал адрес, куда необходимо прибыть, с какой стороны, был указан именно Александром Агеевым. То есть существует видеозапись следственного действия, которая ввелась от начала его производства до завершения, в котором четко, последовательно, все вопросы могут быть просто развеяны самой видеозаписью. Сейчас мы видели кадры, видеокадры, мы видим, что что-то ищут в болоте. Что ищут в болоте? Это видеокадры с осмотром места происшествия, когда был осушен пруд с целью отыскания орудия преступления, поскольку материалами уголовного дела было установлено, что выстрелы в Михаила Круга были произведены из пистолета марки ТТ с пулей диаметром, калибром 7,62. В последующем также было установлено, что данный пистолет на постоянном ношении при себе имел Веселов. И через некоторое время, после того, как один из участников банды «Тверские волки» Осипов узнал о том, что Веселов совершил убийство Круга, в этой связи убил непосредственно Веселова, после чего забрал у него уже убитого, имеющееся при нем оружие, и решил от него избавиться. То есть он разобрал на части пистолет ТТ и выкинул его в то самое болото, в котором мы проводили мероприятие по его отысканию. Значит, давайте подытожим. Итак, на курок нажимал Веселов. Да, совершенно верно. Веселов. Веселов был убит Осиповым-младшим. Это та самая банда Осипова, да, кто уже запутался. Осипов-старший – это главарь, да, я так поняла, банды, вот Осипова, «Тверские волки». Анатолий Осипов. Анатолий. А сын его – это Александр, да? Который и убил Веселова Дмитрия. Да, все верно. Как показывает сам младший Осипов, он совершил убийство Веселова именно за то, что он поднял руку на Михаила Владимировича. То есть в своих показаниях Осипов-младший говорил, как он испытывал уважение и любовь к этому артисту. У нас даже допрошен свидетель и установлен тот факт, что Осипов получал даже автограф Михаила Владимировича. То есть он испытывал к нему уважение, и он не понял, для чего это сделал Веселов, зачем это нужно было сделать. То есть можно было в данном случае отделаться рукопашным боем и покинуть место происшествия. Но это происходило в доли секунды, в какие-то считанные мгновения. Поэтому какая мысль на фоне возможной стрессовой ситуации возникла в голове у Веселова, все сложно сказать. Леонид, многие люди, что называется, по разные стороны уважали Мишу. Даже бытовало мнение, что Михаил сидел, что он сиделец, что он отбывал какой-то срок, и такие песни написать нельзя. Я даже таких встречал, которые мне прям говорят, привет, да мы с Михаилом чалились. Ну я молчу, я ничего не знаю. Три-четыре человека, я встречал таких, которые мне рассказывали. Понятно, что имел он уважение со всех сторон, его все слушали. Он не был артистом какой-то одной категории. Его любили и уважали все. Ну, за исключением какого-то процента, небольшого совершенно людей. А основное, его любил народ. И неважно, да? В какой социальной группе принадлежал человеку, правильно, Оля? Да. Любили из разных социальных групп. Но у него и песни были разные. И немцы, и люди с классическим консерваторским образованием. Я с такими встречалась. Любили совершенно разные люди. Вот я даже могу сказать о себе, что вот я одно время, одно время, когда вот писала какие-то большие сценарии, я не могла этот сценарий написать, если у меня по кругу не была зациклена песня Владимирский централ. Почему? Да, у меня не консерваторское образование, но у меня 10 лет музыкальной школы, и я играю на разных инструментах. И что? И я потом, когда вот он пришел ко мне на интервью, я говорю, Миша, пожалуйста, пожалуйста, делай что-нибудь. Смени, представляю, проклятие. Он вот так вот символически снял, все, теперь не будешь. Это говорит о том, что да, это как-то каким-то образом проникало в душу. Мы сегодня с вами еще послушаем одну из песен, которую можно назвать гимном Твери. И убедимся, наверное, в этом сами. Наверное, никого не оставят равнодушным. Я хочу еще один вопрос задать. Опять же таки, почему более 17 лет все-таки до того момента, когда вы объявили об окончательном завершении расследования уголовного дела? 17 лет. Почему Агеев молчал до этого? Бытовало мнение, что да, теперь мало кого осталось живых, потому что когда смотришь на это уголовное дело, там все кровью залито. Поднет рук. Практически. Почему? Много, долго, долго, времени много прошло. Касаемо Агеева, проверка его на причастность к совершению данного преступления началась еще в 2008 году. Но, как уже было отмечено в сюжете, на момент осуждения в 2009 году никто из этой банды не сотрудничал со следствием. Никто из них не давал показания и полностью отрицали свою вину во всех инкриминируемых им деяниях. Это я перебью, Денис. Это было характерно. Для такого вида преступления, что молчать не сотрудничать со следствием, с уголовным розыском и прочее. Дело в том, что они же не просто преступники, воры какие-то. Они совершали особо тяжкие преступления. За любое фактически квалифицированное убийство можно получить пожизненное лишение свободы. В связи с этим, естественно, никто не хочет давать показания. Оперативная информация была, бесспорно. Но оперативная информация – это крупица. Для того, чтобы направить дело потом в суд и считать дело раскрытым, необходимо найти доказательства длины. То есть то, что можно положить на бумагу. Оперативную информацию, к сожалению, к уголовному делу, как у нас говорят, не пришлешь. В связи с этим работа не прекращалась ни на минуту. Объездили все регионы, в общем-то, разговаривали и проводили мероприятия со всеми. В данной связи ни в коем случае нельзя забыть оперативный аппарат УФСИН, потому что без их помощи не получилось бы такого результата. Это и наш УФСИН Тверской области, и глав КУФСИН, находящийся в Москве. Там где сидят, наверное, те же самые. И, естественно, оперативных сотрудников в колониях, которые, несомненно, провели громаднейшую работу. Уже когда мы понимали, что, в общем-то, вот они люди, кто причастны, была проведена и организована соответствующая работа, в том числе и в колониях. Ну и в результате, в общем-то, нашли истину. Это я к чему? Вот та самая фраза в пресс-релизе о том, что установлен психологический контакт, это фраза на случайность? Да? Что именно удалось установить и вывести этого чего-либо? Все. На признательные показания, вернее, на явку с повинной, то же самое, чтобы он начал говорить. Надо понимать, Агеев, он сложный человек. И действительно, в те годы, в 2009 году, когда была информация достаточно серьезная о том, что, возможно, это Волки, это Агеев и другие, то есть он воспринимал представителей власти каких-то врагов и сотрудничать с ними в виде дачи каких-либо показаний. Вообще для него было это сложным. Сложным. Поэтому сейчас, по прошествии времени, психология людей меняется. Меняется отношение к ситуации. Меняется, по крайней мере, с нашей стороны менялась доказательственная база, она менялась в лучшую сторону. То есть мы копили оперативную информацию, мы копили те сведения, которые получали с следственным экспертным путем. Он уже получил наказание по жизненным лишениям свободы, отбывая это наказание, мог и переосмыслить как саму жизнь, так и саму конкретную ситуацию. В принципе, много мотивов. Здесь могло быть всякое. Мог наоборот, что ему терять нечего, никому слова не сказать. Ирина, может свидетельствовать об одном. Ну, однозначно такого человека заставить говорить, если он не хочет, путем оказания какого-то давления, но это смешно. Человеку уже терять нечего, он никого не боится, для него нет авторитетов в нашем лице, если он сам этого не пожелает. Поэтому здесь тонкий подход и профессионализм. Алина Владимировна, я считаю, тоже большой вклад в этом имеет. Здесь вообще не все молодцы. Мы сейчас, знаете, что, уважаемые друзья, я хочу сделать небольшой передач, буквально полтора минуточки. Давайте на Мишину своего посмотрим, послушаем, что он говорил тогда, 17 лет назад, в моем последнем интервью, мы с ним тогда встречались в студии на нашем телевидении. И вот, что он говорил, почему-то такие вопросы о вечности, о черном дне. Вот один из таких вопросов, которые я ему задала. «Властное время над музыкой поплыла». Вот говорят, что классика, да, классика смертная, но я тебе тоже причислены в классике. А как ты думаешь, есть ли шанс твоим песням попасть в разряд классики? Ты вообще-то задумываешься о вечности? Конечно, каждый автор тешит себя мыслью, что его будут любить и любить и продолжать. Не хочется говорить какое-то слово, связанное с кончиной. Конечно, каждый человек хочет пожить, быть полезным, если он патриот своей родине, маленькой родине, малой родине, большой, широкой, великой родине России. И я, конечно же, сижу, представляю себе, что будет дальше. Дальше, как руку положить на сердце, как случится. Конечно же, не хочется грязь лицом ударить, хочется войти в историю и быть запоминаемым. Музыка вечно, любая музыкальная партитура, любое произведение, оно, как правило, когда-то становится классическим. Единственное, вот эта шелуха, пена сойдет, нынешняя эстрадная пена с развитием прозападной культуры, которая у нас сегодня насаждается нам по телевидению, и останется наша русская, любимая, веселая ребята, машина времени, Олег Газманов, Юрий Антонов. То есть то, что близко нам. Вот такой перечень музыки, такие думы о вечном, это буквально было за полтора месяца до ухода Миши, это тем более сейчас страшно почему-то слушать, но и обидно, и больно. А я за дверью стоял. Ты за дверью в этой дверью стоял? Да, конечно. Вы вместе приходили. У нас же еще был тогда главсовый, который нам аккомпанировал, но мы еще его послушаем. Вот, кстати, относительно того, вот говорили о том, каким уважением пользовался Михаил. Денис, наверное, на самом деле, если вы проедете весь Советский Союз в отработке версий всевозможных, миллион версий, то находились такие, которые считали за честью сказать, это я сделал, это я к этому причастил. Я знаю больше, чем знает сосед в соседней камере или в соседнем регионе. Было такое, что приходилось отметать? Ну, пару казусов было, да. Люди стремились поднять свою оценку в глазах других и хотели взять на себя, скажем так, это преступление, но нам же этого не нужно. То есть нам нужно истину установить, а не принять от кого-то явку с повинной и выдавать ее за действительность. В связи с этим много пришлось шелухи отмести для того, чтобы прийти к тому результату, к которому мы пришли. Как про эту шелуху только музыкально только что говорил Михаил, и так это следственная и оперативная работа, это тоже полно шелухи. Как быть с алиби, которые сейчас говорят все об этом алиби, алиби Агееву, о котором заявила тверская журналистка Галина Живнова? Да, такое действительно имеет место быть. В уголовном деле имеется допрос свидетелей, это Живновой Галины, бывшего директора газеты «Риагалопресс». Она заявляет о том, что в день города Твери 2002 года Агеев не мог находиться в доме Михаила Владимировича в связи с тем, что он в течение всего дня находился вместе с ней у нее на даче и совместно еще со своей девушкой. Данное заявление, данные показания Живновой полностью опровергнуты в ходе предварительного следствия. Это не только самими показаниями Агеева, который говорит то, что меня там не было, это и показания той девушки, которая якобы находилась на даче, которая поясняет, что на даче она не находилась. Более того, спустя некоторое время Живнова сама нашла ее и просила эту девушку дать следствию ложные показания, сообщив, что она была совместно с Агеевым. Скажем, поддержать ту картину лживую, которую она сама умышленно создала. Якобы была девушка. Надо отметить, что Живнова была подругой Костенко. Она стремилась крутиться рядом с ним, находиться в его среде. И именно Костенко посоветовал ей Агеева в качестве охранника. Она прониклась очень теплыми чувствами к Агееву. Она и сейчас говорит, что он ей как сын. Ну, собственно, Агеев тоже к ней очень тепло относится. А еще при первом уголовном деле, вот приговор, который состоялся в 2009 году, Живнова точно так же давала показания, что в день совершения убийства, в одном из совершений, в которых обвинялся Агеев, он не был на месте убийства, он находился вместе с ней, у нее на даче. Собственно, как бы у нее не меняется позиция. Он постоянно во время совершения преступления находится с ней на даче. Однако это в корне не так. Более того, сама Агеев говорит, что в 2008 году, когда его начали проверять на причастность совершения преступления в отношении Михаила Владимировича, он смог связаться из следственного изолятора с Живновой и попросил Тул сделать ему алиби, сказав, что находился у нее на даче. И также он просил об этом своего знакомого, найти его девушку, с которой он на тот момент встречался, и дать аналогичные показания. Девушка отказалась сразу же, то есть как другу она отказала Агеева, так и Живновой. А Галина Викторовна продолжает до сих пор давать такие показания. Кстати, Алина, ведь она же, насколько мне известно, отказалась пройти проверку своих показаний на полиграфе. И тут я услышала вдруг, что она говорила, что я гораздо пройти полиграф. В уголовном деле имеется письменное, зафиксированный ее отказ, как от прохождения полиграфа, так и от прохождения психолингвистической экспертизы. Она не готова ничего проходить, об этом имеется собственноручно ей написанные, подписанные сведения. Да, то есть поэтому это обстоятельства, созвученные в телевидении, абсолютно ложь, что она требовала и просила пройти полиграф. При наличии ее письменного отказа, изложенных в протоколах допросов и письменной позиции, то есть сложно будет ее вернуться. Сейчас ответственность какая-то предусмотренная? В настоящее время проводится процессуальная проверка в отношении Галины Живновой на предмет дачи заведомо ложных показаний. По окончании проверки будет принято решение, одно из процессуальных решений. Еще одна версия, Оля, я слышала еще одну версию, не из тех ли краев тоже она пришла, в том, что якобы Мишу заказала его жена Ирину. Версии несколько рассматривалось, в том числе и эта. Я думаю, что это абсурдная версия, поскольку была счастливая семья, родился ребенок. Только-только вот родился ребенок. Миша был вообще очень доволен, в доме пахло пирогами, он туда возвращался с удовольствием. И, да, борщами. Она очень хорошо, Ира очень хорошо готовит. И было действительно, у него было счастье, и некоторые музыканты это отмечали, что Михаил Владимирович совсем другой, если он был раньше такой немножко рисковатый, мог что-то такое. А тут у него такое миротворение, счастье, малышок растет дома, лежит в кроватке. Ну, реально человек, который почувствовал, что вот, наконец-то, есть семья. Вот как Леонид, да, рассказывали в начале, когда вы парились в бане, отдыхали в этот день, в последний для него день, он говорил, как здорово жить. Эта картина не нашла своего подтверждения, вернее, версия абсолютная. Даже на обывательском уровне могу объяснить. Ирина была беременна ребенком, то есть в то время, когда она проживала с Михаилом Кругом, она, непосредственно перед смертью, она находилась в состоянии беременности, родила ему ребенка. То есть ребенку было там годик... Весь 4 дня. Весь 4 дня. То есть весь этот период, который мог быть, предшествующий данному событию, в котором она могла приискать киллера, приискать там лиц, которые могли совершить преступление, вступить с ними в сговор, то есть заплатить какие-то денежные средства, которые, в принципе, она лично не обладала. То есть это все отмелось легко и быстро. Мы проверили это очень легко, и, в принципе, показания Ирины Викторовны также были подвергнуты экспертными исследованиями и также признаны правдивыми. То есть следует и это отметить. Поэтому... И давайте еще отметим следующее. Михаил Владимирович, он в это время как раз был на пике своей славы, продолжал развиваться. То есть зачем ей, супруге, популярному человеку, который набирает свою популярность с каждым днем и с каждым месяцем все больше и больше, приносит дом, деньги, славу и просто почет и уважение, лишать такую опору для жизни себя, своего малыша, ну это просто глупо. Оля, вы можете, как-то сказать, предположить, были ли знакомы Ирина, видели ли они раньше того же самого Агеева или Веселова? Может быть, в какой-то общей компании, может быть, но так, чтобы в дом они были в хор? Ну, в доме я их ни разу не встречала, не было такого. Я думаю, что они не были знакомы. Нет, никогда не было. Такие имена не фигурировали. Никогда не было. Никогда не было. То есть мы сегодня можем заявить, что, да, вот, если дело, кстати, дойдет до суда, или как, или оно будет в суде, или в связи с тем, что Веселова уже нет живых, этого уже дела не пойдет, именно конкретно по убийству? Было принято решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью лица, подлежащего при лечении качества обвиняемого. Это Веселова. То есть в данном случае оно прекращено. Законность данного решения будет проверяться надзирающим органам прокуратуры и области. Поэтому при таких обстоятельствах дело подлежит прекращению в связи со смертью. То есть мы сегодня еще раз говорим о том, что в этом уголовном деле, в деле убийства Михаила Круга поставлена точка. Да? Да. Мы говорим. И что, как вот Денис сказал, нам не важно, кто на себя что берет, кто что придумал. Нам важно добиться истины. Мы говорим четко, да, жителям нашего Тверского региона и всей России, что истиной вы нашли, достигли. Да? Истина найдена. Мы считаем, что да, в этом уверена. Уважаемые друзья, я, наверное, к вам вот так присоединюсь. Мне хочется поблагодарить всех уважаемых наших товарищей, друзей, которые провели колоссальную работу. Это сотрудники Следственного комитета России в Тверской области. Это сотрудники управления уголовного розыска. Это вот только этот тендем. Это сотрудники других служб, о которых вы сегодня говорили, кто помогал и кто помог докопаться до этого. Ведь сколько лет пришло. Да, я от себя лично хотела бы поблагодарить. И от Ирины тоже. Она тоже смотрела пресс-конференцию. И поблагодарить и работников Следственного комитета, и работников уголовного розыска, и всю службу УФСИН, которые содействовали и помогли раскрыть преступление об убийстве моего брата. Спасибо. А я скажу, да, ребят, спасибо большое. На самом деле, это висело камнем и много лет, и очень было где-то обидно в душе. И вот, когда вот такое произошло, как-то вот, не знаю, какое-то облегчение наступило. Спасибо. Уважаемые друзья, а сейчас всем нам подарком, всем тем, кто, наверное, со стороны Сидмиша смотрит на нас, а он, наверное, может быть, сидит, мы не знаем, как там, да? Давайте вспомним, как он здесь, в этих стенах последний раз, 17 лет назад, спел песню «Гимн Твери» практически, вот вместе с Владом Савосиным, да, вот мы сидели и слушали. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Всего доброго. А теперь к Миши. Очень нравится Владимира Игнатьевича Платова нашего губернатору, когда он мне предложил, давай сделаем из нее гимн Твери. Ну, я из скромности сказал, что надо все-таки на основе конкурса как-то поучаствовать. Это было бы приятно, но мне хочется победить. Так песня носит название «Милый мой город» и посвящается она любимому моему городу Твери. Милый мой город, печали и слез, стали России надежный ответ. Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги. Ты засыпаешь под шепот Берез. Спи, моя добрая, матушка Твер. И до утра еще так далеко, так долго. Пусть этот вечер будет как вечно. Шум миллионный пусть помолчит. Вам под часами назначены встречи, значит, гуляйте в моих Тверичи. Чавкает тихим прибоем волна и Афанасий спускает ладью. Наши мечты пусть уносит она в дорогу. Слушай, мой город, пока тишина, я тебе тысячи песен спою, и полуночный мой тост за тебя, ей Богу. Пусть этот вечер будет как вечно, шум миллионный шум миллионный пусть помолчит. Вам под часами назначены... Это был специальный выпуск программы Патрульная служба. До встречи. Гуляйте в моих тверичинках. Двор пролетарки, казарны Париж, где-то ямщик едет там за углом, пьяных цыган развозя по домам да спеть с ней. Что же ты, милая девочка, спи, с ней интересы будут потом, едем с цыганами, с ними еще интереснее. Пусть этот вечер будет как вечно, шум миллионный пусть помолчит. Вам под часами назначены встречи. Значит, гуляйте в моих тверичинках. Значит, гуляйте в моих тверичинках. Значит, гуляйте. мои тверичи. тверичит,